Клянётесь регулярно посещать собрания молодёжных лидеров, даже если они будут назначены ежедневно и в обеденный перерыв. Клянёмся! В семье Висмы торжественное пополнение новобранцы, выстроившись в ряд, клятвенно обещают ходить на все собрания и участвовать в жизни молодёжки. Руководит посвящением Дмитрий Богомолов. Когда-то он и сам был новичком. Сейчас работник признаётся, плюсов в молодёжной организации действительно много. Это замечательная возможность для старта карьеры. То есть ребята, которые проходят в молодёжку и прям душой отдаются в наше движение, у них потом карьера идёт гораздо более стремительно, нежели человек просто, если он работает и никак себя не проявляет. То есть первое, что человека начинают замечать. История молодёжного движения Висмы началась в далёком 2004 году. За 17 лет активисты предприятия зарекомендовали себя на весь город, как команда профессионалов, знающих толк не только в производстве титана, но и в активной жизни родных березняков. Так и Ольга Соловьёва. Такая роскошная брюнетка работает на Висме машинистом крана. А свободное время проводит вместе с другими активистами предприятия. Ольгу знают и в городе, как одного из самых активных участников молодёжного движения среди работников наших промышленных предприятий. Молодёжка Висмы – это для меня уже, конечно же, семья. Я с ней уже очень много лет. Я очень жалею, что я сразу же сюда не попала в эту движуху. У нас очень много разных конкурсов, каких-то мероприятий. Я очень люблю во всём участвовать. Самое лучшее, конечно же, это день рождения молодёжки. Только за этот 2021 год работники Висмы приняли участие в 30 мероприятиях. Это различные экологические акции, например, «Чистые игры» и «Эко-суббота». Также творческие проекты, участие в КВН и туристических слётах. Мы вышли в новые форматы, новая реальность диктует свои требования, поэтому мы сохранили и традиционные вещи, такие как конкурсы профмастерства, конференции, форумы. Так и вышли в новые реалии. И, например, «Молодой металлургода» в телевизионном формате не оставил ни одного человека равнодушным. Помимо развлечений и работ их сотрудники Висмы постоянно обучаются. Сейчас на предприятии трудится свыше полутора тысяч молодых работников до 35 лет. Для них проводятся обучающие тренинги и, конечно, конкурсы профмастерства. Молодые работники, вне зависимости от стажа своего, либо они работают там полгода, либо уже два года, они могут принимать участие в этих конкурсах. Соответственно, это не только получение какого-то вознаграждения по результатам, но ещё и это прокачка своих навыков и возможность показать себя в деле. В планах у молодёжки Висмы и дальше заявлять о себе на весь город. С каждым годом объединение становится крепче и сильнее, а ряды молодых сотрудников ежегодно пополняются. Наверняка в следующем году праздник будет ещё краше, ведь одному из главных детищ Висмы исполняется 18 лет. Екатерина Зебзеева, Степан Некрасов. Новости Верхникаме.